Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловича. Европробка. Водители на авто с иностранной регистрацией парализовали центр столицы. Зачем? Виноват ли молот? Что показал следственный эксперимент со злополучным минометом? Не расширенные, но все же возможности. Какой формат сотрудничества предложили Украине на саммите НАТО? Четыре валюты апокалипсиса. Какие деньги не обесценятся в случае глобального финансового кризиса? Евробляхеры атакуют. Правительственный квартал сегодня перекрыли владельцы машин на европейских номерах. Километровые заторы парализовали центр столицы с самого утра. С подробностями из заблокированного Киева наши корреспонденты. С шести часов утра возле кабина начинают собираться владельцы так называемых евроблях. Перекрыты центральные улицы. Киев стоит под дождем в километровых пробках. Требование у собравшихся одно. Сказание этих антиконституционных постанов кабинета министра, которые они приняли, которые соперечат постановам правительства и Конституции Украины. Речь идет о действующем постановлении кабинета министра в номер 479 об уплате таможенных платежей. Однако действие документа не распространяется на уже ввезенные в Украину автомобили, уверяют в парламенте. Я хотел бы сказать, что в этой постановке визначено 9 главных схем, по сути, сказано про 9 главных схем, которые на сегодняшний момент делают страшные миллиардные дырки в бюджете. И когда приходят представители евробляхеров и говорят, что они требуют отменить эту постанову, я считаю, что, очевидно, это политическая треба, которая имеет очень мало соединения машин в европейских номерах. Эта постанова вообще не относится этих людей, которые стоят на улице. В Раде видят несколько вариантов разрешения ситуации. Сейчас как раз есть незадоволение тем, что еще бы хотелось, чтобы этот акциз был снижен. 15-летний автомобиль 1500 евро. Сейчас 15-летний автомобиль с таким объемом двигателя где-то 3800-4. Это установление базовой ставки для 1000 куб. см автомобиля с бензиновым двигателем в сумме 50 евро, для автомобилей с дизельным двигателем 75 евро. И использование двух коэффициентов – веку и объема двигателя. Пропонуем существеннее нижнее петривное ежение на снижение акциз, а также вообще скасовать пенсию, ну, до пенсионного фонда. Так рассчитана формула, что вместе с МИТО, ПДВ и акцизом, суммарно цей платеж не будет перевищивать 50% от вартости автеки. Страфы должны быть помирными. Ну, как можно ставиться до штрафа, например, больше 100 тысяч гривен на людину, которая заплатила 2-3 тысячи евро за автеку? Пока нардепы обсуждали, как быть с евробляхами, возле здания Кабмина начались волнения. Митингующие зажгли фаеры и принесли автомобильные шины. По словам организаторов, если их будут игнорировать, готовы перейти к более радикальным мерам. А значит, жителям Киева стоит опасаться не только транспортного коллапса, но и массовых беспорядков в центре города. Сколько это будет продолжаться? Когда урегулируют вопрос евроблях? И сколько еще жители столицы будут заложниками ситуации? Ответа на эти вопросы пока нет. Лариса Зубенко, Екатерина Лысенко, Любовь Кукла, Иван Ермаков, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Вынести законопроекты о растаможке авто на евробляхах на голосование завтра просит спикера профильный налоговый комитет Рады. Вот только по словам Порубия повестку дня на четверг кардинально менять не станут. Хотя, возможен экспромт. В парламенте часто вносят документы с руки. Так за что же завтра планируют голосовать народные депутаты? Об этом наш следующий материал. То ли из-за сплошной пробки у стен парламента, то ли из-за нежелания. Но нардепов сегодня в зале практически нет. Да и повестка дня, похоже, особо не интересует избранников. С горем пополам. И с нескольких попыток в зале удалось проголосовать постановление назначения в 2018 году именных стипендий Верховной Рады для талантливых ученых. А вот за подобный документ о премии для ученых за прошлый год нардепам пришлось искать голоса. Я вертаюсь до вас. До позиционного блока. Это большая работа. Порез год молодые люди работали. Давайте их наградим. Чем за ту работу, которую они сделали. Для Украины сделали, не для парламента Верховной Ради Украины. Будьте ласка, проголосуйте. Минуле голосование, и это голосование показывает, что, на крайний жаль, эта коалиция является безпомощной. Вы даже не можете проголосовать за студентов, за молодых ученых. Вы делите им гроши. А если вы хотите, чтобы оппозиционный блок долучился, то я вертаюсь не до головующего, а до вас. Почему вы змушаете его порушивать регламент 10 раз повертаться? А ну, явьтесь на рабочие места. В итоге, после того, как законопроект обсудили и выдержали регламент, Топоблок дал голоса и постановление приняли. На этом работа и застопорилась. Больше ничего не утвердили. В коалиции продолжают договариваться о голосовании за Центр избирком. Правда, одну идею – изменить закон и увеличить состав ЦИК, похоже, отбросили. Что до изменения закону, это нужно было делать вчера. То есть, в вторник, тогда еще была теоретическая возможность до четверга, через увеличение состава ЦВК, тут задовольнение всех. А в четверг это уже не возможно, потому что мы не можем в один день проголосовать изменение закону, потому что его еще нужно подписать президент и опубликовать. Это не реальным. Поэтому этот вариант, как на меня, отпадает. Поэтому остается вариант, что наши коллеги как-то изменят свою точку зору. Мы категорично против всех этих экзотичных вариантов, которые предлагаются сегодня. Накшал того, что давайте увеличим количество членов ЦВК, чтобы задовольнение аппетита президента и его фракции. Давайте там принимаем изменения к закону. Это порушение законодательства. Есть закон про ЦВК, 15 членов. Давайте, согласно квотному принципу, проголосуемо и ведемо, согласно представительству в Раде, новых членов ЦВК. Мы за это выступаем. Если президент хочет создать стильную большинство ЦВК, то это не отвечает государственным интересам и закладает основу для масштабной фальсификации. Никто ничего не изменил. Далее 14 призвищ на 13 вакансий, не врахованы пропозиции всех фракций, что есть порушением наших международных обязанностей. В итоге спикер прогнозирует, вопрос отложат до осени. Завтрашний максимум – поправка в закон об антикурсуде. У меня нет кнопки 226. И поэтому мне доводится опираться на позиции и решения фракции. Станом на сегодня у меня нет изменений позиции фракции щодо голосования по ЦВК. Я считаю, что завтра будет ключевым вопросом порядка дня. Вопрос о внесении в законопроект 74-41 правки в закон о высший антикоррупционный суд. И я думаю, что это решение будет ключевым на сегодняшний день. Изменить принятый закон нардепы должны в пункте об апелляции, поскольку в нынешней версии документов дела, которые сейчас рассматриваются в судах общей юрисдикции, не могут в дальнейшем рассматриваться в высшем антикурсуде. Но профильный комитет на своем заседании так и не решил, как сформулировать поправку и предложил это обсудить в зале. Екатерина Лысинга, Ксения Бородненко, Владимир Самченко, Иван Лермаков. Подробности телеканал Интер. Служба экстренной медицины уже два года не получает госфинансирование. Об этом заявила замглавы комитета Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. Она вместе с медиками обратилась к премьер-министру с просьбой решить эту проблему. Иначе, по мнению народного депутата, Украина потеряет экстренную медицину. Кроме этого, врачи требуют поднять зарплаты, обновить парк карет скорой помощи и отремонтировать отделение. Мотивация работников для экстренной медицинской помощи заключается не только в зарплате и в покупке автомобилей. Это еще и современное оборудование, которого недостаточно. Это и закупка одежды специальной медицинской. Это и создание пунктов постоянного базования. Это и создание дополнительных подстанций. Майже щомесяця извольняются водії, фальшарі, лікарі, бригад экстренной медической помощи. Потому что они не могут выжить на минимальную зарплату 3700. И таких низких зарплатных зарплат нема в никакой стране мира. Лише Украина так принизливо ставится до тех, кто справді рятує и зберегает життя. Мы все розуміємо, что если вопрос зарплатных плат не будет в ближайшем времени вырешено, то, по сути, скоро не будет кому приезжать на выклики до пациентов. Подробнее о новых правилах работы скорой помощи и о проблемах экстренной медицины Ирина Сысоенко расскажет в пятницу в 20.00. Она станет гостем программы «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Онкобольные теперь будут получать субсидии автоматически. Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам соцполитики заявил народный депутат Сергей Каплин. По его словам, сейчас эту льготу без проволочек получает только 20% пациентов. Остальным приходится доказывать, что они в ней нуждаются. Кроме этого, субсидии смогут оформить граждане, которые не получают зарплату по вине работодателя. То есть, если в семье есть онкобольные, то Министерство через решение комиссии автоматически дает. Я прошу гражданам сообщать мне о факте, когда на местном уровне игноруется эта норма. Другой, мы за леченые дни добьемся, чтобы всем гражданам, которые не получают зарплату по вине работодателя, и от така не сплачивают ЕСВ, так же давали субсидии. Это тоже сотни тысяч наших сотрудников за зарплату по зарплате. Сегодня складывают официально 2,6 миллиарда. Наша задача – предотвратить глобальный социальный коллапс. Оппозиционный блок подготовил проекты законов, наши рекомендации, экспертную и профессиональную позицию, потому что сегодня нужно, первое, автоматически переназначить людям субсидии, подготовиться к отопительному сезону, мораторий на повышение тарифов. Кабинет министров отчитался сегодня за первое полугодие. Что удалось, а над чем еще придется сильно потрудиться, расскажет Александр Васильченко. 54 миллиарда гривен. На такую сумму за первое полугодие удалось правительству пополнить госказну. Гройсман подчеркнул, в первую очередь это стало возможным благодаря эффективному внедрению новой фискальной политики и борьбе с контрабандой. Также Кабмин принял ряд решений по дирегуляции, которые позволяют создать более комфортные условия для ведения бизнеса. В свою очередь это способствовало увеличению соцобеспечения на 19 миллиардов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И на 33 миллиарда выросли снигнования для местных бюджетов. Также премьер подчеркнул, что с сентября планируют применять европейские нормы, во время ремонта и строительства дорог, а также недвижимости. Всерьез правительство занялось вопросами госсобственности, заявил Гройсман. В частности, приняли новое законодательство о приватизации, что позволит привлекать инвестиции в госсектор. Я точно знаю, что у нас есть достаточно возможностей для того, чтобы вырегулировать ситуацию и обеспечить вот ту сталь. Сменшение инфляции, сбыльшение доходов, сбыльшение количества рабочих мест, сбыльшение количества и качества международной торговли. У нас экспорт сегодня срастает. У нас есть величайшие, качественные, хорошие перспективы, над которыми мы должны с вами концентроваться. Не обошел стороной премьер и ситуацию, которая сложилась вокруг Министерства энергетики и угольной промышленности. Накануне журналисты обнародовали якобы письмо от министра энергетики Игоря Насалика к заместителю директора российской корпорации «Росатом». Впрочем, профильный министр эту информацию опроверг. Лист на МЗС, что до перемовин, был направлен 12 дней назад, и он не отвечает тому листу, который опубликован в засобах массовой информации. Питание стоит про разорвание співпрации, которая де юро и де факто работает с 2010 года по сегодняшний день. В свою очередь в Министерстве экономоразвития и торговли подготовили три сценария развития экономики страны для расчета госбюджета на следующий год. Самый реалистичный предполагает рост ВВП в следующем году на 3%, что совпадает с прогнозом МВФ. Обстрелов меньше, но до тишины далеко. Боевики сегодня с 7 утра дважды открывали огонь по украинским позициям возле Светлодарской горловки, били из крупнокалиберных пулеметов. Никто из наших военных не пострадал. Все подробности узнаем от Игоря Левенка. Было очень хорошо слышно. Не миномет, а именно артиллерия. Ни дня без вражеских обстрелов. Неспокойная передовая под Мариуполем. Нулевые позиции украинских морских пехотинцев в районе поселка Павлополь. Днем здесь царит относительная тишина. Но как только стемнеет, оккупанты бьют из крупного калибра. Боевики закрепились на противоположном берегу реки Кальмиус. Лесополосы, так называемая зеленка, способствуют работе вражеских снайперов. Время от времени над окопами морпехов жужжат пули. Ну, приходится, собственно, вот прятаться по окопам по всей этой ерунде. Клеенку, он слышно, что и чашки сносит. Бывает, что поставил чай, пока сел, упал, осмотрю дырка. Морпехи рассказывают, что вражеский снайпер иногда стреляет даже по своим, чтобы вызвать ответный огонь и дать повод для дискредитации украинской армии, как будто бы это она нарушает перемирие. Российские наемники не соблюдают никаких правил войны. Нередко они открывают огонь даже по местным рыбакам, которые промышляют на Кальмиусе. Тут местное население как бы выплывало на свой промысел. Ну, стреляли по рыбалкам. Мы, как бы, наши военнослужащие, разъясняют данным населению, что такого не нужно делать. Хотя люди не слухают, все равно выпускать. Ребята шутят. Изменения после объявления урожайного перемирия все-таки есть. Стрелять по врагу нельзя, поэтому украинские солдаты больше времени стали уделять своему будущему урожаю. Весной посадили ведро картофеля. Траву пропололи, но из-за сильной жары не успевают поливать. Ну, без своего, ну как, я не понимаю, земля такая есть, мне наша обидно. Надо, ну, хоть что-то по-любому посадить. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. На Ревненском полигоне снова стреляли из молотов. На этот раз в рамках следственного эксперимента. Военные хотят выяснить, почему один из минометов взорвался 6 июля. Я напомню, тогда трое бойцов погибли и девять были ранены. Удалось ли разобраться, расскажут наши корреспонденты. Ревненский полигон, где проходили испытания миномета, сегодня был закрыт для журналистов. Там работали эксперты и представители Минобороны. Эксперимент продолжался более 6 часов. Военный прокурор Ревненского гарнизона утверждает, орудие взяли из той же партии, что и миномет, который взорвался в прошлую пятницу. Когда будут известны результаты, прокурор говорить не берется. А вот версий случившегося уже три. У нас появилась третья версия. Первая версия – это безпосередно людский фактор. Это двойное заряжение миномета. Другая версия – это ненаважный технический стан самого миномета «Молот». И третья версия – это ненаважный технический стан мины, которая заряжалась минометом. Между тем, шестеро раненых до сих пор находятся в Ревненском госпитале. Львовичи говорят, их состояние удовлетворительное. Хворим сразу же в тот же день, в пятницу, было проведено плановые оперативные втручания мелкие по выдавлению осколков, стабилизации ран. И с того часа проводится ликвание. Еще трех военных сразу после трагедии отправили во Львов. Их жизни уже ничего не угрожает. Все в сознании могут говорить и самостоятельно дышать. Мать Антона Фортуны узнала о случившемся из соцсетей. Говорит, сын не рассказывал, что служит. Думала, что работает в Киеве. Пожарным. Инциденты с молотом происходят не впервые. Два года назад миномет разорвался на полигоне Широкий Лан. Погибли два человека. В 2017-м взрыв в зоне АТО возле Авдеевки. Погибли трое бойцов. Эксперты уверены, молоты несовершенны. Стали, с которой сделан ствол, мягче, чем должна быть. Сконструировали молот на заводе «Маяк» всего за два месяца. Производство одной модели обошлось в 480 тысяч гривен. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Дональда Трампа проигнорировали из-за футбола. Первые лица Бельгии не встретили президента США, который накануне прибыл на саммит НАТО, поскольку не могли оторваться от просмотра полуфинального матча между сборными Бельгии и Франции. Впрочем, на саммите это никак не отразилось. В первый день в НАТО подтвердили стремление Украины к членству, но программу расширенных возможностей пока не предлагают. В итоговой декларации нашу страну также призвали выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. О программе расширенных возможностей украинские дипломаты говорят давно. Это не членство, но приближенное партнерство, которое имеют Швеция, Финляндия и Грузия. Но на этом саммите ее Киеву не предложат, заявил генсек НАТО. И без того сотрудничество тесное. У нас есть комиссия Украина-НАТО, у нас есть годовые национальные программы, у нас есть комплексный пакет помощи, есть трастовые фонды. Существует много различных способов сотрудничества с Украиной. Думаю, мы должны сосредоточиться на этом. Впрочем, Украина на данный момент не может в полной мере пользоваться всеми возможностями сотрудничества с НАТО. Из-за блокирования Венгрии, которая недовольна украинским законом об образовании. Позиция этой страны постоянно меняется, утверждают украинские дипломаты. Я сегодня был разочарованный, когда прочитал заявку на сайте Министерства закордонных справ Угорщины, которые сказали, что несмотря на то, что они блокируют заседание, украинский сайт высшего уровня послев, но они не против этого заседания с Грузией и не против общей заявки. Какие непорозумения происходят постоянно. А вот союзником Украины на этом саммите стали Соединенные Штаты. Американский президент поднял вопрос, который давно беспокоит нашу страну. Речь об опасности строительства газопровода «Северный поток-2». Во время совместного завтрака перед началом саммита с генсеком Альянса, Дональд Трамп стал обвинять европейские страны в том, что они зарабатывают на торговле с Россией, в то время как США защищают ЕС от Москвы. Германия полностью зависит от России, поскольку получает от нее от 60 до 70% энергии и новый газопровод. Это правильно? Я считаю, нет. И думаю, это очень плохо для НАТО, этого не должно было случиться. Нам следует обсудить это с Германией. Германия уже строит газопровод. В начале мая заложили фундамент. Запустить «Северный поток-2» планируют в 2020 году. Генсек НАТО Янс Толтенберг пытался убедить Трампа, что не стоит ссориться из-за этого вопроса. А немецкий канцлер Ангела Меркель дала понять, что эту тему считает личным делом ее страны. Я помню те времена, когда половина Германии была под контролем Советского Союза. И очень рада, что сегодня мы объединились в свободную федеративную республику Германия. Поэтому мы можем говорить, что способны проводить независимую политику и принимать независимые решения. После этой перепалки Меркель и Трамп пообщались тет-а-тет. Однако подробности разговора не сообщили. В то же время глава немецкого МИДа подчеркнул, что Германия не зависит ни от США, ни от России. Что касается Украины, то об отдельных встречах Петра Порошенко с западными лидерами, в том числе и с Дональдом Трампом, пробуют договориться наши дипломаты. Совместная встреча с лидерами всех 29 стран-членов НАТО и украинского президента состоится завтра утром. На заседании Украина-Грузия-НАТО. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Благодаря борьбе с коррупцией за последние 4 года Украине удалось сохранить сумму, равную 6% ВВП. Об этом в Брюсселе заявил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Наша доповедь показывает, что в целом, если мы правильно рассчитываем и валовый внутренний продукт, и те достижения, которые мы получили, то эффект от этих заходов склал приблизительно 6% от щеречного ВВП Украины. Ясно, что это не дополнительные деньги, которые идут в ВВП, но это деньги, которые повернулись в экономику. Частливо из них были сплачены податки. Каким будет курс гривник-доллар в ближайшие годы, свой прогноз опубликовало Министерство эконом-развития и торговли. И ведомство это предлагает три сценария. В трехлетний период с 2019 по 2021 годы при сохранении реформ и спокойствия на мировых рынках доллар будет стоить чуть более 30 гривен. Самый благоприятный расклад, это если будут проведены земельная и налоговая реформа, в среднем 28 гривен. Ну а в худшем случае, если реформа остановится и будет потеряно доверие инвесторов, к 2021 году доллар дотянет до 33,5 гривен. Страховка от проблем. Американские финансисты назвали самые надежные мировые валюты на случай кризиса. На что поменять гривни и стоит ли это делать, в Вашингтоне разбирался Дмитрий Анопченко. Торговые войны и скандалы между бывшими союзниками. Нефть дорожает, биткоин стремительно падает. От американских гособлигаций вообще избавляются. Это еще не кризис, но в состоянии неопределенности бизнес пытается найти страховку. Задается вопросом, какая валюта выстоит, если проблемы в мировой экономике все-таки начнутся. И эксперты крупнейшего финансового холдинга Америки Джей Пи Морган предложили свой ответ. И вот их прогноз в случае нового мирового финансового кризиса. Такого, как мир пережил совсем недавно, а возможно еще более серьезного. Стабильными останутся только четыре валюты. Сингапурский доллар, японская иена, швейцарский франк и, удивитесь, американский доллар. Иену в этой четверке считают самой надежной. Валюта Сингапура, как предполагают, будет стабильной, но является наименее привлекательной. А вот американский доллар, уверяют в Джей Пи Морган, не потеряет ни надежности, ни статуса основной валюты для мировых финансовых транзакций. О возможности, чего постоянно пишут в прессе. Означает ли этот прогноз, что новый полномасштабный кризис неизбежен? Вовсе нет. Это специально подчеркнуто в докладе. Но вместе с тем финансисты призывают подготовить план валютных сбережений. Если на фоне постоянных международных конфликтов вдруг произойдет непредвиденное в экономике. Так что, если верить этим прогнозам, если уж суперстабильную японскую иену достать сложно, то старый проверенный способ хранить в кошельке или, что называется, под матрасом доллары на черный день, по-прежнему остается актуальным. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Бюрократия, вымогательство и ежедневная битва за свою собственность – таковы реалии тех, кто борется за конкурентное качество своих товаров. Как выживают украинские фермеры? Об этом в нашем материале. 15 лет назад Кейс покинул родную Голландию и переехал на постоянное место жительства в Украину. Решил поднимать село Доброе. Вместе с партнерами занялся производством молочных продуктов. Теперь его ферма вторая в Украине, после Николаевской, по качеству производимого молока. Здесь современное оборудование. Обычное для Европы и диковинка для Украины. Мы идем два крока вперед, один крок назад. В хозяйстве Кейса более тысячи коров. Все с лучшей генетикой большинство иностранки. Из Эстонии, Словакии, Голландии. Украинские – на вес золота. На ферме работают 400 человек. Средняя зарплата – 10 тысяч гривен. За один гектар просили 300 долларов. Вопреки трудностям в планах Укейса – строительство еще четырех ферм. А пока приходится лавировать между новыми законами и нормами еще советских времен. О необходимости поддерживать подобное фермерское хозяйство говорят в оппозиционном блоке. Действительно надо помогать фермерам, потому что если уходят фермеры из села, то села не будет. Не будет рабочих мест. Надо вернуть льготное налогоблажение по НДС. Чтобы НДС оставался у сельхозпроизводителя и шел на пополнение оборотных средств. Тогда это будет действенная поддержка. В то же время селяне, которые выживают за счет хозяйства в несколько коров, просто погибают. Свой товар они отдают закупщикам за копейки. И вот я недавно был в Сумской области, селе Уланово, Глуховского района. Так вот, у них принимают молоко сейчас уже по 3,50 за литр. То есть дешевле воды. И объясняют это тем, компании, которые сговорились и вот так делают, что просто нет возможности, оно низкого качества, второго сорта. Поэтому задача помочь людям, задача дать им денег, чтобы они купили дейльный аппарат и адаптировались к этим правилам. А сегодняшний пример, вот это как раз то, к чему надо стремиться. Рейдерство беда, которое соседи украинизированного голландца кричат на всех собраниях. Лидером по отжатию сельхозугодий у предпринимателей среднего и малого бизнеса является Киевская область. В один момент фермер, начинавший с нуля, может лишиться всего. Когда собственник предпринимства просыпается, смотрится в реестр, а он уже не есть собственник. Потом, чтобы ты это вернулся, ты должен пройти, занести деньги и тебе вернуть за какую-то сумму снова, ты станешь собственником своего предпринимства. Або ты уже проснешься, через 2-3 дня своего предпринимства могут вывезти всю технику, все зерно, которое ты держишь на этом предпринимстве. Або могут с поля забрати твой урожай. На самом деле, рейдерство в селе сегодня – это бизнес государственных чиновников. Невозможно себе представить, что нотариус, который не пользуется поддержкой государственного чиновника с Минюста или с правоохранительных органов, может взять и переписать землю на другого. Он же не самоубийство. Все эти парамилитарные организации, которые работают под крышей правоохранителей, которые, собственно говоря, и выгоняют фермеров, все это – звенья одной цепи. Государственные чиновники, оседлав эту тему, крышуют нелегальный бизнес или сами участвуют в этом, и никакими законами это не изменишь, они их не соблюдают. Как это изменить? После смены власти. После смены власти это будет изменено. Такого не было никогда. Пока же без защиты правоохранителей и чиновников аграрии вынуждены объединяться. Единственный выход видят в финансировании своих юристов и частной охраны. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Коррупционный скандал в Днепре. Облсовет передал Центр инновационных технологий «Парк Ракет» общественной организации, а по сути – частникам. Они получили договор аренды, в котором прописано, что новые владельцы имеют право проводить любые работы по благоустройству и реконструкции этой территории. А значит, по мнению активистов, здесь вполне может появиться многоэтажка или очередной торговый центр. Поэтому они намерены обратиться в прокуратуру. На фото космонавта, такого импровизованного, изображенный народный депутат Андрей Денисенко. За нашей информацией, эта особа, народный депутат, напрямую связан с коррупционными схемами «Парк Ракет», который находится в месте Днепро. Продолжаются нападки на ректора Одесского национального медицинского университета. За весной это были анонимные сообщения о нарушениях. Теперь ВУЗ без остановки проверяют различные надзорные ведомства. Ректоры других учебных заведений сегодня выступили в защиту коллеги. Обвинения в коррупции, плохом санитарном состоянии корпусов, недостаточно хорошей успеваемости студентов – все это ректор Одесского медуниверситета уже пережил. Еще в апреле суд не нашел нарушений в действиях Валерия Запорожана. Теперь же в ВУЗе одна за другой проверки, парализующая его работу. Сам Запорожан считает, что это целенаправленная кампания против него, потому что на октябрь запланированы выборы ректора. С ним солидарны и коллеги из других учебных заведений. Ситуацию, которая сложилась вокруг медуниверситета, обсудил сегодня совет ректоров вузов Одесской области. На заседании говорили о том, что случай с Валерием Запорожаном не единичный в Украине, а человеку, занимающемуся наукой, сложно противостоять потоку фейков. И с этим нужно что-то делать. Мы знаем Одесский медицинский университет национальный как одно из ведущих учебных заведений в нашем городе. Надеюсь, что те многочисленные комиссии, которые сейчас рассматривают деятельность университета, придут к справедливым и правильным выводам. Коллеги приняли единогласное решение – поддержать Запорожана и обратиться к правительству и профильным министерствам с заявлением о недопустимости давления на вуз. Со стороны смотреть на то, как это высшее учебное заведение, его имидж растаптывается, растаптывается доброе имя ректора этого учебного заведения, мы не можем. По последней информации с аналогичным заявлением к кабинету министров намерен обратиться и ряд народных депутатов. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности телеканал Интер, Одесса. В Великобритании готовится к первому визиту Дональда Трампа в качестве президента США. Приглашение от королевы он принял еще полтора года назад, но все никак не решался приехать. Как британцы планируют встречать Дональда Трампа? Об этом расскажет Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Так готовятся к приезду президента США в резиденции американского посла в Лондоне. Здесь возводят высокий металлический забор и устанавливают бетонные блоки. В этом особняке Дональд Трамп остановится после прибытия в Великобританию в четверг поздно вечером. И хотя дом находится в парке, насладиться тишиной президенту не удастся. Тут его уже будут ждать протестующие британцы. Этот день станет историческим. Грядущее поколение будут спрашивать, а ты протестовал против Дональда Трампа? Что ты сделал, чтобы выразить несогласие с Трампом и со всем, что он представляет? Поэтому мы и выйдем на улицы, и нас будет очень много. Протесты против американского президента обещают поддержать 57 тысяч человек. Эта акция будет самой многочисленной. График Трампа составлен так, что непосредственно в самом Лондоне он проведет минимальное количество времени. Но это не остановило протестующих. Они собираются сопровождать его по всему маршруту. В пятницу утром будут пикетировать загородную резиденцию премьер-министра Чекерс, где Трамп и Мэй встретятся за завтраком. А вечером протестующие отправятся в Виндзор. Там президента с супругой будет принимать ее величество королева. Аккуратно, медленнее. А этот шестиметровый воздушный шар запустят прямо в сердце столицы, на площади напротив Биг Бена. Деньги на создание оранжевого младенца в виде Трампа собирали всем миром. Петицию с просьбой о запуске этого шара подписали более 10 тысяч человек. Мэрия Лондона долго думала, разрешать ли такую своеобразную акцию. И в результате дала добро. Мы видим, что у Трампа раздутое эго. И когда что-то идет не так, как ему хотелось бы, он выбрасывает игрушки из своей детской коляски. К тому же он очень остро реагирует на насмешки над ним. Так что мы подумали, что этот шар лучше всего изобразит Трампа и одновременно заденет его за живое. Конечно же, Трамп посетит Шотландию, оттуда родом его мать, и там он владеет гольф-клубом. Сам американский президент предпочитает игнорировать новости о готовящихся массовых протестах в Британии. Но статус его визита понижен. Он рабочий, а не государственный. Поэтому не будет ни поездки в позолоченной карете, ни пышного банкета в его честь. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Как в Таиланде планируют заработать на истории с застрявшими в пещере детьми? И что делать, если на рыбалке клюют двухметровые акулы? И насколько теснее станет на планете, если население и дальше будет расти со скоростью три ребенка в секунду? Обо всем этом прямо сейчас. На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун Мария. Порывы ветра достигают 240 км в час. В провинции Фудзянь штормит, затопило улицы. Ураган с корнем вырывает деревья и переворачивает столбы линии электропередач. В стране объявлен красный уровень опасности. По прогнозам, основной удар стихия нанесет по северу Тайваня. Пещеру Кхаолуанг, в которой застряла подростковая футбольная команда, хотят сделать туристическим объектом. Об этом заявил заместитель главы национальных парков Таиланда. Однако окончательное решение за Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды. Накануне операция по спасению 12 подростков и их тренера успешно завершилась. Они находились под землей 17 дней. Вызволяла пленников команда из 90 профессиональных дайверов. В сети появилось видео аварии, в которую попал Джордж Клуни. Инцидент с участием голливудского актера засняла камера наружного наблюдения. На видеозаписи запечатлен момент столкновения скутера артиста с автомобилем «Мерседес». В аварию на итальянском острове Сардиния Джордж Клуни попал накануне. Актера сразу госпитализировали и диагностировали повреждения таза, колена и руки. В США женщина выловила двухметровую акулу и даже сумела вытащить ее на пляж. На рыбалку жительница штата Техас Лорен Биггер отправилась вместе с мужем в день его рождения. Сначала клева не было, но в какой-то момент один из поплавков стал дергаться, а Биггерс начала изо всех сил тянуть попавшуюся на наживку рыбу. Достать крупную добычу удалось только через два часа. Когда морской хищник оказался на пляже, супруги сделали с ним несколько фотографий и отпустили. В Аргентине нашли останки динозавра, которым 200 миллионов лет. Кости принадлежат предку крупнейших сухопутных древних ящеров. Палеонтологи считают, что он в три раза больше своих сородичей. Ученые предполагают, это первый динозавр-гигант. Ранее считали, что динозавры появились в юрский период, однако находка свидетельствует, что это могло произойти на 30 миллионов лет раньше. Население Земли только за последний год увеличилось на 83 миллиона человек. Это новые данные немецкого фонда народонаселения. Каждую секунду рождаются 2-3 малыша. Количество людей на нашей планете уже превысило 7 миллиардов 600 миллионов. Особенно быстро увеличивается население Африки. Статистику обнародовали ко Всемирному дню народонаселения, который отмечается сегодня. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера. Доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин